Общественный транспорт Астаны ждет масштабная реформа. Этой весной в столице заработает электронная система оплаты проезда. О внедрении аналога ОНА и других ноу-хау на встрече с населением сообщил сегодня Аким Адельбек Жахсебеков. Как изменятся правила движения по главным улицам? Как власти добьются, чтобы скорая в Астане приезжала за 10 минут? И поможет ли Акимат дольщикам? Расскажет Илья Рыбин. Конгресс-холл сегодня напоминал городской Акимат в будний день. На встрече главы столицы с населением то и дело мелькали знакомые лица из городской администрации. Казалось, группа поддержки Акима заняла почти половину местзали. Те, кто хотел задать вопрос Адельбеку Жахсебекову, выстроились в очередь. Но не у микрофона, как раньше. В этом году на вопросы Аким решил отвечать тет-а-тет. Поэтому желающих регистрировали заранее. Мы уже в течение года пытаемся сделать, чтобы нам транспорт дали общественный, городской. Но до сих пор нет его. Не можем никак решить. У меня на сегодняшний день незаконно выселяют из квартиры. При этом у детей жилья нет. Другого выхода нет. Срок сдачи стоял июль 2010 года. До сих пор мы жилья не получили. Компания всячески нас обманывает. Администрация Джахсебекова отличилась креативом. Организаторы решили сэкономить время и себе, и горожанам. И о социально-экономических достижениях города рассказали в отчетном видеоролике. Сам Аким лишь дополнил его получасовым выступлением о самом главном. К примеру, уже с апреля скорая помощь в любую точку города будет доезжать за 10 минут, заверил Джахсебеков. Для этого все условия сейчас созданы. Сейчас дело за врачами, за организаторами здравоохранения нашего города. Изменения ждут и систему образования, в частности дошкольного. Аким Астане обещает уравнять оплату в государственных и частных детских садах и обеспечить местами 95% всех малышей столицы. Предпринимателям, желающим строить дошкольные учреждения, Акимат предоставит участки бесплатно. Говоря о строительстве, Адильбек Джахсебеков рассказал, что в курсе проблемы обиженных дольщиков и недобросовестных застройщиков. Обещал всех выслушать, но тут же дал понять, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Никто людей заключать сомнительные сделки не заставлял и претензий к Акимату быть не должно. А когда дело дошло до обмана, напрямую апеллируют к Акимату, к власти, не решая это законным путем через суд. Масштабные перемены ожидают и систему пассажирских перевозок. На восьми улицах Астаны ведут отдельные полосы для движения автобусов, запустят семь новых маршрутов. А в ближайшем будущем в городе появятся легкосплавные трамваи. В мае и столица вслед за Алматы перейдет на электронную систему оплаты проезда. Графику разгрузки улиц Аким планирует добиться, сделав некоторые из них односторонними, причем центральные. Уже летом изменят разметку и дорожные знаки на проспекте Абая и улице Кенесары, а также на Жильтоксан и Ауэзово. Подобные меры, по словам Акима, не чья-то при, хотя в первую очередь забота о людях. После официальной части градоначальник и его подчиненные в течение нескольких часов, как и обещали, принимали граждан. Каждого по отдельности. Илья Рыбин, Баужан Нарымбетов, Информбюро, Астана.